Всем привет, друзья! Вы на канале Столица Мира. Меня зовут Анатолий Власов, я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Последние дни происходят в Америке беспрецедентные вообще абсолютно протесты, бунты. В нескольких городах идут мародерства, вводят национальную гвардию, армию в Штаты, чтобы их подавлять. В общем, давайте разберемся, что такое, почему это происходит, понять вообще расовый вопрос в США. Почему такие вот протесты сейчас здесь происходят, почему это нормально и что будет? Потому что надоело слушать все эти слухи про гражданскую войну, про то, что все в Америке, все ужасно, плохо. Давайте разбираться, что тут на самом деле творится. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, нажмите жирный-жирный лайк, а мы начинаем. Поехали! Я записываю вот этот свой голос уже глубокой ночью. Предыдущий день 30 мая и вся ночь стали свидетелями самых массовых протестов на территории США с 1968 года. В 76 городах Америки введен комендантский час. В самые крупные ввели национальную гвардию, по сути армию. Везде народ протестует и мародерствует, грабит магазины, рестораны, выносит технику Apple из Apple Store, поджигает машины и даже целые здания. В Лос-Анджелесе бунты и протесты сейчас похлеще, чем в 1992 году, когда полыхало просто-таки полгорода. Прямо сейчас, когда я записываю вот этот голос, проходят протесты в нескольких крупных популярных районах города. Еще вчера я возмущался и осуждал протестующих, но специально для вас я решил разобраться. И если вы досмотрите это видео до конца, вы не просто узнаете всю хронику событий, но и поймете, почему власть в Америке в какой-то степени позволяет людям себя так вести. Почему это важно для Штатов, почему мародерство в таком виде это даже хорошо, ну и почему в США не будет гражданской войны. Приятного просмотра. Давайте я вначале расскажу, что конкретно произошло в Америке 25 мая 2020 года. Значит, в городе Миннеаполис, штат Миннесота, поступил вызов в полицию от владельца одного из мелких магазинчиков, что некий мужчина, он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. Это уголовное дело, уголовное обвинение сразу, поэтому приехала полиция, подошла к машине, там сидело трое человек, двоих из них они попросили выйти из машины, они спокойно вышли, третий им оказался Джордж Флойд, он сидел за рулем. По сообщениям полицейских он оказал сопротивление аресту, но на записи с камеры там ничего не видно, ну что он как-то сопротивлялся, видно, что полицейский сразу, как он вышел из машины, надел на него наручники, и видно, что он себя очень странно вел, и по сообщениям с полицейского вот этого отчета, он был, видимо, под какими-то веществами, и плюс у него было какое-то медицинское расстройство по здоровью, непонятно, что это значит пока. Но в любом случае важно понимать, что он не представлял никакой опасности, у него не было оружия с собой, ничего. Полицейский его арестовал, и через несколько минут что-то там произошло, и сам этот Джордж Флойд оказался на полу, у него наручники сзади, он лежит на груди, не может нормально дышать, и полицейские коленом ему давят на шею. Мимо проходящие люди начали это все снимать, требовать, чтобы полицейский перестал так делать. Сам Флойд начал кричать, что он не может дышать, начал звать маму, просила дать ему нормально подышать, но полицейский, который его держал в заключении, он его не слушал, говорил, что типа ты нормально разговариваешь, значит нормально можешь дышать. Вокруг люди требовали, чтобы он от него отошел, но он ничего не делал, даже один полицейский предложил, что типа он говорит, давайте мы его хотя бы перевернем на бок и все, пусть лежит, но полицейский был непреклонен. В итоге полицейский его так держал почти 8 минут, и даже после того, как он перестал уже показывать какие-то признаки жизни, то есть он явно там потерял сознание, люди уже начали вообще возмущаться вокруг, которые все это снимали, полицейский все равно продолжал на него давить. В итоге вечером этого дня, когда его отвезли в больницу, выяснилось, что он умер, то есть в больнице констатировали смерть. И это привело к тому, что никто не ожидал, что те протесты, которые обычно в таких ситуациях происходят, они дорастут до таких масштабов. В Штатах с 2014 года существует движение Black Lives Matter. Оно родилось после того, как в 2014 году полицейский застрелил чернокожего парня, и начались эти протесты. С тех пор практически каждый год они с разной периодичностью проходят. Но зачастую это всегда очень мирные протесты, и никакого разрушения, вандализма, мародерства, за этим не стоит. Но в этот раз, я думаю, власти все думали, что опять, наверное, попротестуют, и ничего страшного не произойдет. Но что в итоге случилось, не ожидал реально никто. Сначала в самом Миннеаполисе начали люди активно протестовать. Уже в первую ночь протестов были стычки с полицией. Прям такие очень-очень серьезные. Власти это не понравилось. Очень много публичных людей осудили такое жестокое подавление протестов. То есть там стреляли резиновыми пулями, распыляли созоточивый газ, этим перцовым баллончиком брызгали в людей. Конечно, они это мотивировали тем, что вроде как это была самооборона стороны полицейских, потому что люди на них начали нападать, кидать камни. Но на следующий день люди вышли на улицы уже в других городах. Они вышли и в Атланте, и в Нью-Йорке, и в Чикаго, и в Денвере, и в Лос-Анджелесе, в Остине штат Техас, в Орегоне, в Портленде. В общем, ну, везде, во всех крупных городах, можете посмотреть на карту, видите вообще, что происходит. В Нью-Йорке вышли тысячи человек. В других городах несколько сотен человек. У нас в ЛА тоже около тысячи человек вышло в даунтауне, в деловом районе, и началась жесть. На следующий день в Миннеаполисе произошли настолько серьезные столкновения. Там сожгли полицейский участок, сожгли несколько зданий, выкрали и разграбили весь Таргет. Это такой большой магазин типа Ошана. Нападали на полицейских, и уже прям было очень серьезно, настолько, что президент США Дональд Трамп и губернатор штата Миннесота, они распорядились о том, чтобы ввести национальную гвардию США. Сначала они ввели, по-моему, 500 человек, но сейчас, после третьего дня протестов, сжигания зданий машин, говорится о том, что уже больше 13 тысяч военных вводят в город. И это потому, что уже все выходит из-под контроля. Если сейчас посмотреть на кадры, что творится в Миннеаполисе, то это выглядит как просто зона военных действий. Там потому, что все сгорело, какие-то просто сгоревшие дотла автомобили, и это очень страшно. Полностью разграбленный магазин. В общем, очень страшные кадры. Дайте знать, что вы думаете, вообще, насколько далеко все может зайти. По состоянию на 31 мая 2020 года протесты проходят несколько дней подряд уже в 36 городах по всем Соединенным Штатам. Люди жгут флаги, разрисовывают и разбивают полицейские автомобили, кричат лозунги типа «Я не могу дышать», «Жизни черных имеют значение», «Нет справедливости», «Не будет и спокойствия». Очень вот в этой связи интересно послушать, что говорят власти. А вы, кстати, можете сравнить с реакцией местных властей на реакцию властей в ваших странах, когда там проходят митинги. Вот мэр Чикаго, например, заявил в субботу, что поддерживает желания протестующих на выражение своего недовольства. Цитата. «Мы дадим людям право на свое самовыражение. Мы так поступаем в Чикаго. Но мы в то же время не можем потакать беззаконию». Дональд Трамп тем временем как будто подливает масло в огонь. Мало того, что он сказал на днях фразу «If you start looting, we start shooting». То есть «Если вы начинаете мародерствовать, мы начинаем стрелять». Это цитата, если я не ошибаюсь, губернатора Флориды из конца 60-х годов, когда в США проводились митинги за гражданские права чернокожих. Губернатор, который это сказал тогда в 60-х, он был расистом. И Трамп такой цитатой только еще больше разогрел публику и подлил масло в огонь. В субботу, 30 мая, Трамп призвал быть жестче с протестующими и предложил еще большую военную поддержку штату Миннесота и конкретно городу Миннеаполис, где в ночь с пятницы на субботу протестовало несколько десятков тысяч человек. Губернатор Миннесоты, слава богу, отказался. Но национальную гвардию в размере 13 тысяч человек, как я уже сказал, в город ввел. Мэр Миннеаполиса пытается в своих телеобращениях достучаться до протестующих и не осуждает их. Тем не менее, командование армии США по Северному округу привело несколько подразделений военной полиции в боевую готовность на случай, если протесты станут слишком массовыми и окончательно выйдут из-под контроля. В Нью-Йорке каждый день собираются огромные толпы, просто-таки несколько тысяч человек. Они тоже все начинаются как мирные шествия, но потом перерастают в насильственные. В полицейских начинают кидать пустые бутылки, камни, а они в свою очередь нападают на протестующих с дубинками и перцовыми баллончиками. Многие американские города вводят комендантские часы. В Майами с 23.00 в субботу 30 мая действует комендантский час. В Миннеаполисе тоже. У нас в Лос-Анджелесе комендантский час ввели в субботу с 20.00 до 5.30 утра по всему городу из-за непрекращающихся протестов. В ночь 29 на 30 мая в даунтауне Лос-Анджелеса были одни из самых массовых и разрушительных протестов за последние 20 с лишним лет. За одну ночь полиция арестовала 500 человек. Это просто таки немыслимое число. Такого тут не было с 92 года, когда протесты и беспорядки охватили буквально весь город. И они, кстати, тоже начались из-за насилия над чернокожим со стороны полицейских. Из этих вот 500 человек, кстати, всех отпустили уже утром. Кроме только восьмерых, у кого обнаружили условный срок. Люди грабили магазины, разбивали окна, автомобили, вступали в конфронтацию с полицейскими. Сегодня же днем, в субботу 30 мая в Лос-Анджелесе, началось поначалу мирное шествие по району Вестсайд, недалеко от Беверли-Хиллз и Вест-Голливуда. Но потом внезапно народ начал громить полицейскую машину, поджег ее. А молодая девушка кинула скейтборд в офицера полиции. И все. Началась полномасштабная паника, стычки с полицией и, в общем, полный атас. В Беверли-Хиллз и Вест-Голливуд ввели уже комендантские часы. Власти не рекомендуют людям выходить на улицы. У меня в районе, кстати, все спокойно. Глендейл, One Love. Да, я знаю, вы сейчас можете начать возмущаться. Типа, ну, вот вам и демократия. Кирдык вашей Америки скоро настанет. Но я хочу вам показать другую сторону этой проблемы и взглянуть на всю ситуацию со стороны властей. В этой связи будет очень показательно процитировать обращение мэра Лос-Анджелеса, несмотря на всю жестокость протестующих. Вот, кстати, его цитата. Я верю в наш город. Лос-Анджелес достаточно сильный для того, чтобы стоять за справедливость и митинговать в любви. Мы уважаем право каждого жителя Лос-Анджелеса на протесты. Но жестокость и вандализм вредит нам всем. Давайте будем помнить, зачем мы протестуем, будем защищать друг друга и закончим этот болезненный вечер мирно. А вот вам цитата губернатора штата Калифорния Гевина Ньюсома. Миллионы людей высказываются в гневе. Они по праву разгневаны системным расизмом, который продолжает существовать в Америке. Наш штат и вся нация должны с этого момента взглянуть правде в глаза и решить проблему расизма. Обратите внимание, что никаких обвинений в подготовках протестов извне, иностранных агентах и проплаченных митингах. Власти понимают недовольство людей и уважают его, и дают им право высказывать свое недовольство. К этому мы еще вернемся позже. Вот вам, кстати, еще фотографии с Сан-Хосе, города в Калифорнии. Начальник полицейского департамента стоит на коленях перед протестующими. Дико выглядит, не так ли? Но вот так оно вот бывает. На что еще вот вам, жителям России и других постсоветских стран стоит обратить внимание? Так это на работу американских СМИ во время таких вот масштабных протестов по всей стране. Абсолютно на всех телеканалах, во всех интернет-СМИ активно все освещается, активно все освещается и показываются разные точки зрения. Начиная с того, что люди осуждают протестующих, заканчивая словами поддержки и понимания. Это крайне важно для развития общества, как показатель, что Америка не стесняется говорить открыто о своих проблемах со своими же людьми и не осуждает толпы людей, называя их пятой колонной или проплаченной толпой. Это очень крутой показатель для американской демократии. Как бы жестоко со стороны не выглядели все вот эти протесты. Почему же эти протесты не приведут к гражданской войне, как пугают многие российские СМИ и даже некоторые блогеры? Но приведут они к чему-то более важному. Дело в том, что вопрос расизма в американском обществе, он очень старый, очень болезненный и непростой. До сих пор живы люди, которые жили в то время, отлично помнят, когда рестораны делились на рестораны для белых и для цветных. Когда чернокожим можно было посещать кинотеатры и зоопарки только в определенный день недели. Когда ездить на автобусе можно было только на задних рядах. Когда белым в общественном транспорте надо было уступать место. С 60-х Америку поглотила пучина митингов. За гражданские права, за права людей с неинтересованной сексуальной ориентацией и так далее, и так далее. Большинство тех митингов проходили также в атмосфере жестокости со стороны полиции. Можете погулить, из-за чего началось движение за ЛГБТ. Тоже с очень жесткого митинга. И естественно вандализм со стороны протестующих. Но почему так происходит? Почему протестующие громят магазины своих же соседей и уничтожают свой собственный район? Да потому что по-другому государство не слышит. Как я уже сказал, с 2014 года каждый год в Америке проходят марши Black Lives Matter. Но каждый год полицейские продолжают убивать чернокожих. Ни для кого не будет секретом, если посмотреть статистику и увидеть, что если вдруг будет инцидент между полицейским и чернокожим, то шанс быть застреленным у чернокожего в разы выше, чем если бы этим подозреваемым был белый. Из всех жертв полиции в чернокожих подавляющее большинство. Хотя их в США всего там даже меньше, по-моему, 20% от всего населения. Это проблема. Она есть. Общество это понимает. Но никакой системной работы по ее искоренению в государстве не проводится. Все только на словах. А на деле отношение полиции к чернокожим в отдельных местах осталось чуть ли не на уровне таком же, как было в 60-х годах. И людям это надоело. Если государство не видит и не реагирует на мирные протесты, то чаша терпения у общества переполняется. И они выходят уже не на мирный протест. Это естественный этап развития общества и формат диалога общества и государства. Если государство не услышало в первый раз, то услышат во второй, когда будет почти стер с лица земли целый район города. Люди, чьи бизнесы подверглись нападению и были разграблены и разрушены, в следующий раз пойдут на выборы и будут голосовать за того человека, который пообещает решить проблему с убийствами стороны полиции и решит проблему людей, которые протестуют. Полицейские, чьи машины были разбиты и сожжены, в следующий раз задумаются, а правильно ли мы делаем? А зачем я должен страдать, если в полиции на системном уровне есть какая-то ошибка? Пусть я к ней не имею прямого отношения, я буду делать все, чтобы ее решить. Да, это звучит немного жестоко, но это, к сожалению, единственный способ, когда ни государство, ни другие безучастные люди в обществе не слышат и не реагируют на мирные протесты. Я возмущен убийством Джорджа Флойда. И я был возмущен жестокостью протестующих. Но разобравшись в вопросе и посмотрев на то, как на эту проблему реагируют тут мэры, губернаторы, как они отказываются от армии, как они с уважением говорят с протестующими и дают им право на протесты, я честно поменял свое мнение. У меня белый цвет кожи и местами красный. Я не могу представить то, с какими социальными и бытовыми проблемами может по жизни столкнуться чернокожий мальчик или девочка в Америке, которым просто вот довелось родиться в неблагополучном районе, кого из-за их цвета кожи могут считать людьми второго сорта. Но я солидарен и могу понять, что если вы уже 6 лет пытаетесь привлечь внимание к определенной проблеме расизма, а вас так никто и не слышит, и тут в очередной раз ваши призывы ни к чему не приводят, и умирает снова человек, а его смерть и все то, про ли чего вы боретесь, снимают по камеру и распространяют, то у общества, у вас просто перельется злость и раздражение через край. Я понимаю, почему они громят магазины, почему они сжигают полицейские автомобили и к чему вот вся эта жестокость. Сейчас я понимаю. Они отвечают жестокостью на жестокость. Они просто стали говорить с властью, а конкретно с полицией на ее же языке. И именно эти протесты в итоге станут основой для какого-то нового закона, нового правила для полиции, для перемены отношения к людям в обществе. Так было в войну за независимость, когда образовалась США, так было в гражданскую войну, так было во время митингов за гражданские права, так было в Лос-Анджелесе после 92-го года, после тех беспорядков, которые охватили весь город. В Калифорнии, в Лос-Анджелесе, реально чернокожему населению после тех митингов стало в разы легче жить, и полиция стала лучше себя вести. Это тот путь, по которому идут США, и по которому они решают свои внутренние проблемы и развиваются как общество. Если оглянуться назад, то прогресс есть, и он огромен. Когда-то, в 30-х годах 20-го века, из Калифорнии насильно выселили больше миллиона легальных жителей штата. И знаете почему? Да потому что они были мексиканцами. И все. Сейчас, конечно, дико читать эту историю, хотя вроде бы прошло, сколько, всего 90 лет. Да, вот такой путь развития, он не идеален, но он работает. И не только у них, кстати. Достаточно взглянуть на Францию и любую другую страну с ее забастовками. И поэтому я думаю, что в итоге все будет хорошо. Это только в российских СМИ любят подавать все эти митинги и протесты как что-то плохое и ужасное. Ведь если бы это было в России, то тогда власть имущей точно бы лишились своей власти, своих дворцов и права на обворовывание своих беднеющих граждан. Для зрителей из России хочу сказать, чтобы вы рассмотрели то, что сейчас происходит в Америке, как пример того, как здоровое общество объединяется против несправедливости со стороны силовых структур и дает понять, кто в этой стране власть. Америка, как и Россия, далеко не идеальная страна с кучей проблем, с большим многонациональным и многорасовым населением, со своей сложной историей взаимоотношений между разными слоями населения. У обеих стран огромный потенциал в плане талантов людей и природных ресурсов. Но вот разница в чем? В одной стране люди готовы выходить на улицы и отстаивать свои права, причем делать это жестко, когда их не слышит государство. А в другой стране люди не готовы это делать. Задумайтесь над этим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова